Светлый большой зал на полутысячи человек. Восьмой погружался постепенно. Губернатор края едва успел начать встречу с жителями Армавира, как в местном доме культуры вдруг погасли в тюнах. Тогда подумали, что это просто сбой электричества, но уже после второго отключения стало известно. Ураганный ветер обесточил почти весь город. Тут же главе региона доложили, что создание сорвало крышу. В такой ситуации нет разговоров об экономическом развитии. День Минкандратов принял решение перенести встречу. Но что я предлагаю? Мы можем два часа ждать, пока подведут дизель под станцию. Но я думаю, что еще раз, как бы у каждого уже у вас сердце не на месте, каждый думает, что у него происходит дом. Давайте наш диалог с вами продолжим. Я обязательно вернусь в Армавир. И на самом деле в спокойном режиме обстановки мы сможем с вами провести наше общение. Принимается такое предложение? Но еще утром ничего не предвещало беды. Светило яркое солнце. Непогода обрушилась на город после обеда. Глава региона в рамках рабочей поездки успела посетить несколько предприятий Армавира. По иронии судьбы, одной из точек объезда стал завод по изготовлению светодиодов. Это не просто предприятие, а научно-производственное объединение. Но загружено оно лишь на 80%, хотя возможностей гораздо больше. Муниципалитеты края закупают такие светодиоды за пределами региона. Ситуацию необходимо исправить, настаивает Венемин Кондратьев. Тем более, что цена соответствует качеству. Вы сходили не с Колково, на самом деле, и тем более не силиконовая долина. Но по своей технологичности, сегодняшним трудом, технологии, которые у вас, вы сегодня делаете будущее. Вы каждый день сегодня простерилизуете. Но я хочу получить ответ, в том числе и от вас, что мешает сегодня муниципальному образованию, на самом деле, для улиц, для дорог, тротуаров закупать светодиодное освещение здесь. Самый кратчайший путь прямой, но прямо никто не хочет ходить. Все хотят ходить вот так, по кругу. Но слишком много кому-то отпадает, перепадает. В этом здесь ответ. Поэтому давайте с вами не делаем так, чтобы был кратчайший путь прямой. От потребителя к производителю. Побывал в Неминкандрассе в соходе декоративных культур. Более 40 лет здесь успешно выращивают саженцы хвойных и лиственных деревьев. Директор Сергей Костюк показывает питомник и с гордостью рассказывает. Сегодня саженцы армавирского предприятия по качеству не уступают европейским. И в разы дешевле. А наличие собственной семенологической базы позволяет выращивать растения, которые приживаются даже в самом суровом климате. Мы готовы сегодня обеспечить посадочным материалом весь наш Краснодарский край. Вот сегодня вы готовы обеспечить, а нужно еще сделать так, чтобы ваша готовность была реализована. А наши муниципальные образования не то что готовы, они обязаны купить у вас, потому что на самом деле ваши культуры в целом они дешевле, не засуднее, они реонированы. Поэтому я не понимаю и никогда не приму никаких отговорок, почему нельзя брать у армавирского питомника. Зачем мы тратим огромные суммы бюджета, огромные, на закупку из-за рубежа и крупномеров, и цветов, и многолетних, и однолетних. Абсолютно, потому что еще и не приживают. Вот здесь мне непонятно ни экономика, ни логика глава муниципальных образований. Новые саженцы теперь особенно понадобятся самому армавиру. На улицах и аллеях ураган с корнем вырвал десятки деревьев. Заметно порезила сегодня городская роща.